Привет, меня зовут Влад Илеников. Я, конечно, могу 5 минут рассказывать, кто я такой, что я делаю, но ты просто можешь поставить видос на паузу, чекнуть все ссылки в описании и потом либо вернуться, либо закрыть нафиг. В целом, если ты открыл это видео, то тут два варианта. Первый, ты начинающий мастер или только планируешь делать татуировки и пытаешься найти годную инфу, что же тебе купить и как быть. Второй вариант, ты случайно наткнулся и решил глянуть. Ну тогда я могу пожелать тебе приятного аппетита и спокойной ночи. Смотря что ты сейчас делаешь. А вот теперь у варианта мы продолжим дальше. Обычный самый первостепенный вопрос, какую машинку взять. Я не буду сейчас душно рассказывать, как у нас там во времена динозавров, гуляй индукции, потом драгонфлай и все в этом роде. Мы сразу поговорим о беспроводных машинках. Я постараюсь все сделать максимально просто для понимания и определения с выбором. Иными словами, скажу, что взять. Окей, сейчас 23 год, поэтому мы не говорим за старье и рассматриваем только беспроводные чудеснейшие машинки. А это есть несколько причин. Первое, это реально удобно. Это суперудобно. Просто суперудобно. Ваша спина скажет вам спасибо. В будущем она будет либо вашим другом, либо вашим врагом. Не важно. Спина скажет спасибо. Второе, не нужно покупать к машинке хороший блок, также провода, которые тоже стоят денег и, возможно, педали. Третье, мы освобождаем место на рабочем столе и делаем меньше телодвижений. И четвертое, это в целом просто сейчас очень доступно. С тем, что смотрим, мы разобрались. Дальше у нас идет щекотливая тема. Это Китай или не Китай? Смотри, раньше Китай мы называли рисовыми тачками, брали их тупо ради фана, ломали, делали брелки. И имя особо не звание колол. Но в последние года два китайские друзья начали делать действительно нормальные вещи. Есть хорошие фирмы, неподпольные. Есть даже одна компания, которая принадлежит много брендов. Они делают хорошую расходку и оборудование. Но все же есть одно но. Ощущение, что при проектировании этих машинок они не общались с тату-мастерами. Даже не всегда видели, как эти татуировки делают. Потому что я не могу объяснить иначе, почему стакан двигается или есть машинка в форме помады, где вообще ничего не снимается. Короче, бред. Но это такие но. За такую цену. Скажу честно, я сам уже работаю минимум два года китайской машинкой. Это при условии, что у меня есть другие дорогущие тачки. Брал чисто по приколу, потому что за эту цену можно взять баловаться и что-то и начал красить, красить, красить. И так и стал работать в китайской беспроводной машинке. Понятно, что это все дело рук, но супер какого-то дискомфорта я не ощущаю. Есть некоторые бесячие моменты, но о них позже. Теперь про брендовые машинки по 1000 плюс баксов. Что тут говорить? Все они хорошие. Не важно, что ты возьмешь. ФК Айронс, Инк Машис Кобра, Биш, Пшайен. Все будут нормас. И не будет некоторых ноу, как и есть в китайских машинках. Так что если у тебя есть бабки, то бери Флакс Перус, Инк Машис Кобра. И не парься. Если бюджет ограничен, то вперед за Китаем. Средняя машинка из Поднебесной стоит в районе 25 тысяч рублей. Где смотреть? Да, не важно. Это может быть тату-магазин, Алиэкспресс, Озон. Я вообще рекомендую Озон, потому что он есть почти во всех городах. Будут быстрая доставка. И в случае брака всегда можно легко обменять. Еще есть до внешней группы в Телеграме. Я не знаю, тоже может года три, наверное. Юниверс Тату. Там часто проходят закупки. Как бы склачено. Мы все скинуемся и закупаем оборудование, расход. Либо здесь у нас, либо у Китая. И эта же машинка, там будет стоить в закупке. И такое, примерно 15 тысяч. Что типа супер, вообще дешево. Я обычно там летаю на закупку картриджей, тачек. И у них есть еще чате, где круглосуточно обычно о чем-то болтают. Там все в описании, можете перейти, присоединиться. Теперь по самим машинкам. Есть много разных фирм, я даже себе написал. Это CNC, AVA, EZ, Amish, Last, Niskey Lab. Еще всякие No Name, которые продают те же самые машинки, но типа по другим брендам. Если ты Халк с огромными руками или Ребекка из Киберпанка, то смело можешь брать DK Lab. В остальных случаях я вообще не рекомендую эту просто гигантскую машинку. И к тому же она не супер прям качественная. Первые партии были совсем из палок. Есть фирма DragonHawk, которая владеет еще Маст и VGX. Наряду с ними могу поставить EZ. В целом, ничем не выделяющиеся машинки с качеством исполнения хуже, чем будут у нас дальше. Давай сразу скажу, ты можешь брать все, что захочешь. Что тебе порекомендовали, порекламировали и так далее. Я говорю свое мнение, основное на опыте и наблюдениях. Если тебе нужна прям задротская инфа, где разбирают машинки до винтика, показывают, как они устроены, то можешь перейти на канал Джек и Алекс. Это очень грамотные ребята из Минска. Они делают свое оборудование и занимаются ремонтом. И гарантийным, или гарантийным. Короче, у них на канале все вот эти задротские видосы, поэтому если нравится такое, то идешь к ним. У нас же будет тупо выжимка, где я просто скажу, что хорошо, и вы этим не задачивались. Как мне кажется, главный критерий для начинающих, это чтобы все работало без танцев с бублем. Было просто и понятно. Будем честны, начинающий мастер не особо поймет разницу между машинками, иголками и краской. Для него главная задача, это просто хотя бы сделать татуировку по трансферу. Контур, чтобы был хорошим, покрас, не пятнами. И вся голова забита этим, продуманным своих действий во время работы. В попытках чувствовать кожу, становится лучше с каждой тату. Поэтому я просто скажу, что будет хорошо работать, хорошо красить и хорошо вбиваться под кожу. А если захочешь подробностей, то они будут в длинных видосах или поставки в телеге. Итак, два года я работал машинкой CNC-XVE. Машинка в целом хорошая. Но есть но, о котором сейчас расскажу. Самая мать его бесячая, это стакан для картриджа. Почему он ходит вместо держака? Зачем? Для чего? Я этого вообще не понимаю. Нафига ты был одеть? В первых версиях даже держатель был на клюю, его невозможно было снять. Чтобы, опа, простерилизовать. И я до сих пор не понимаю, зачем они это делали и продолжают делать. Видимо, челы вообще не шарят за гигиену, потому что именно они выпустили машинку в форме помады, у которой вообще ничего не раскручивается. Она просто цельная такая машинка. Вот. И все. С ней ничего нельзя сделать. Ничего открутить. Вот это и дает мне ощущение, что они вообще не общаются с тату-мастерами. И не знают, как в целом делают татуировки. Иначе не было бы таких индиотских решений. Но материал они используют хорошее. Сборка хорошая. Аккумуляторы на магнитах. Это суперудобно. Я не понимаю, почему другие производители так не делают, но просто мое почтение. Вот это магниты просто супер. По размерам она не толстая. Развесовка просто кайф. Типа весь вес у тебя снизу, не где-то там сверху, сбоку и так далее. Очень удобно. Можно взять версию с доп. эксцентриком. Ставим 4 для графики или цвета. И 3.5 для всего остального. Получается универсальная машинка. У них вышла новая тачка, но в ней вроде как та же проблема со стаканом. И, как мне показалось, несъемный держак. Не знаю, хорошие машинки, но есть вот такие проблемы. Дальше идет АВА. Якобы США, но все мы знаем, что это Китай. Что сказать, качество сборки хорошее. Материалы за свои деньги тоже классные. У них обычный человеческий держак. У всяких стаканов. Все нормально скручивается. Нет, две машинки АВА, EP7+, Luxury Edition. Две, потому что на них нельзя помять эксцентрик. Одна у меня 3.5, а другая на 4.2. Почему EP7+, это самые маленькие машинки по габаритам на аккумуляторах всех, что есть у АВА. В ней тоже не без косяков. Это сенсорные кнопки сверху аккумулятора. Это не особо удобно, потому что нужно работать очень аккуратно. Не всегда ты можешь нажать эти кнопки нормально через барьерку. Потому что они сенсорные, зачем, непонятно. Вот. И аккумулятор у них на резьбе, конечно. На магнитке было бы круче, но у них резьба мелкая. В целом ни одного аккумулятора хватает на весь сеанс. Но если он разрядился, нужно поменять, то мы отодвинули барьерку, сняли одну перчатку и одной чистой рукой спокойно заменили аккумулятор. Вот и проблем никаких нет. Здесь немного другая система внутри машинки. Если на Сенсии это тип слайдер, то на АВА это прямоход. На что это сказывается? Да в целом для начинающего особой разницы не будет. На точке автодотом она будет лучше. Все остальные вот эти графики, штриховки и так далее. Особенно если ты возьмешь версию с ходом 4.2, ставишь вольтаж примерно 5.2, 5.5 и вперед. Красивым на том же вольтаже, все отлично. 3.5 я особо не пробовал, потому что я стал счастливым обладателем брака. И поэтому за гривошей я ничего не могу сказать. Как придет замена, я достану и добавлю в какой-то следующий видос. Еще у них вышла новая машинка EP10. Вот заказал и жду. В чем я прикол? Во-первых, это кнопки и экран сбоку, что гораздо удобнее, чем сверху. А также самая главная фишка это регулируемый ход. Ты просто выключаешь машинку и здесь кутишь такое колесико, которое изменяет ход. Мне кажется, это супер удобно. Не нужно покупать две машинки, как я сделал с EP7. Все в одной и очень прикольно для начинающего, потому что ты можешь попробовать разный ход и понять, с каким тебе более комфортно работать и какой для чего применять. Еще у EP10 сменные аккумуляторы, как на шиене, типа 18500. Как по мне, обычные блоки удобнее, потому что ты воткнул USB и не паришься. А этот нужно вставлять в специальную зарядку для таких аккумуляторов, но она вроде идет в комплекте. Но это несомненный плюс в том, что ты можешь хоть 10 таких купить, они стоят 500-1000 рублей. И если вдруг он стал держать хуже, ты просто докупил новый. А блок такой уже, который аккумуляторный, он отдельно может стоить 3, 6, 10, 15 тысяч рублей. Если мы говорим за дорогие машинки. Поэтому это тоже, можно сказать, плюс хороший. Но я эту машинку не тестировал. Ее еще никто не тестировал. Она только вышла. Я вот заказал и жду. И потом все что о ней расскажу. Но в целом, Ава нормальная фирма. Каких-то косяков я у них не нашел. Сборка нормальная. Все нормально. Поэтому можешь брать ее, а не париться. Ах да, Мишель. Хочу сказать. О май ва мусин дежу. Нани. О май ва мусин дежу. Нани. Нани. Мусин дежу. Нани. Если ты любишь боль, то берешь амбишн за 10 тысяч с одним аккумулятором и страдаешь. По качеству исполнения я бы их поставил наравне с дикей лоб. Подытожим. Мы естественно хотим все самое лучшее за самый дешман. Поэтому берем Аву и не паримся. Если есть бабки, то берем Флакс Первый. Инг Машис Кобра. Теперь краска. Тут все просто. Душники рассказывают за дисперсию, растворители и так далее. Я не буду. Я могу выделить три фирмы. Это Пантера Лайнинг. Динамик Блэк. И Аллегория Блэк. Конечно, у них есть между собой какие-то отличия. Тепло-холодность. Густотея. Сейчас это вам не важно. Это вообще вечная спора, какая краска чернее. Бери Пантеру и не прогадаешь. Лично я использую Пантеру и Динамик. Но каждую из них для своих целей. Это в будущих видео расскажу. Если просто универсально черная, это Пантера. Она самая черная из всех. Странно, кстати, что про эту краску никто не знает. И многие удивляются, почему мои зарежившие работы настолько черные. Но ее тяжело найти. Повторюсь, Аллегория тоже норм. Для начала ты в целом разницы не почувствуешь. Потому что сомневаюсь, что с первых работ у тебя будет супер-мега плотный покрас. Я думаю, естественно, в будущих видео сделаю видос на тему покрас. Поэтому берем любую краску из списка и в путь. Вся краска очень хорошая. Очень важная инфа. Мы никогда, никогда не берем краску из Китая. Ни с Алика, с Азона. Я бы тоже, если честно, не брать только в тату магазинах. Потому что вам могут придать паль. И то магазин нужно смотреть нормальный. Точно это не 28 опт. Остальные вроде все нормы магаза. Чтобы не нарываться на паленку. Потому что здоровье гораздо ценнее, чем экономия 500 рублей. Иголки. Тут все просто. Скажу сразу. Есть иглы, которые полный шлак. Они тупые. Мне вообще ничего невозможно покрасить. Есть хорошие. Нам нужны хорошие. Есть бабки. Бери квадрон и не парься. То есть, тебе не кайф платить по 2 500 за коробку. То Велком, это Стигма, Квелл. Это одна и та же фирма. Те же иголки, только разные цвета. Или ВИДЖИКС. Это хорошие иголки за адекватную цену. Я бы не сказал, что ничем-то хуже квадроны. ВИДЖИКС вообще можно найти везде. У них есть самые различные спайки. Отличные иглы. Следующий видос будет про иголки. Расскажу подробно про спайки, заточки, конфигурации. Как в них разобраться и какие для чего использовать. Там же будет все подробно и немножко душно. Так что подпишись прямо сейчас, чтобы не пропустить такую пользуную фу, которая обычно идет только за бабки. Вот прямо сейчас сделаю это. Я серьезно. Я подожду. У нас остались все остальные расходники по типу пленок, масел, мыло и так далее. Они стоят все плюс-минус одинаковые и все они по качеству плюс-минус одинаковые. Бери что по кайфу в тату-магазине. Я сделал список, некий чек-лист, где расписал вообще все, что нужно для того, чтобы сделать татуировку. С ним уже можно сразу зайти в интернет-магазин или прийти лично, отметить также, что у вас уже есть и закупиться. Будет вообще все, что нужно. Я закину его в телегу, но скорее всего будут же, естественно, новые посты и он идет далеко вверх. Вам придется долго листать. Поэтому, если не можете найти или не кайф сразу искать, то напиши просто мне в инст, скажи, что чувак, кинь чек-лист, я тебе его пришлю. Какую тачку взять? Разобрались. Какую краску взять? Разобрались. Какие иголки? Тоже. На все остальное барахло у нас есть список. Поэтому, думаю, вопрос, что купить начинающему и что в целом нужно для того, чтобы делать татуировки, можно считать закрытым. Все ссылки на меня, что я упоминал в описании. До встречи. Продолжение следует...